Третий день в Ненецком округе идет ежегодный семинар глав муниципальных образований. Сегодня сельские управленцы работали в администрации Заполярного района. Там состоялась встреча с районными депутатами. Илья Сахаров расскажет подробнее. Встреча глав сельских поселений раз в год как способ сверить часы. Формат семинара уже давно зарекомендовал себя с хорошей стороны. Тем более, что программа семинара формируется с учетом пожеланий управленцев и села и состоит из тем, которые волнуют жителей Заполярной глубинки. Отсюда и реальный практический эффект. За три дня управленцы из сел встретились с представителями прокуратуры, полиции, налоговой службы, военкомата, избиркома, госюрбюро, управления имущественных отношений, профильных департаментов. Ну непосредственно если с департаментом образования, то удалось все-таки уточнить по срокам и по планам строительства социальных объектов в сельских населенных пунктах. Это в первую очередь тот вопрос, который всех волнует, наверное, больная тема. То есть и строительство, и проведение капитальных ремонтов. В ходе семинара главы совместно с профильными специалистами обсудят инициативное бюджетирование, оказание бесплатной юридической помощи через филиалы МФЦ, учет многодетных семей, выразивших желание получить компенсационную выплату взамен бесплатного предоставления земельного участка, летнюю кампанию, поздравление детей в 2022 году, содействие занятости населения, соблюдение требований пожарной безопасности в период прохождения отопительного сезона и новогодних праздников, имущественную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. А сегодня главы работали в Заполярном районе. Они встретились с депутатами и приняли участие в пустотейном обсуждении бюджета. Наша задача сейчас стоит, и депутаты Заполярного района ее озвучивают, о том, что мы должны переходить на новый уровень комфортного проживания жителей на селе. Прежде всего, это обеспечение непосредственно не просто котелки топить углем, а переходить уже на центральное отопление. Это затратно, это много потребует сил со всех уровней власти, но я надеюсь, что общими усилиями мы эту тему и проблему будем решать. Поэтому хочется, чтобы как раз теплоснабжение, централизованное, как раз оно было у нас в приоритете, и мы получили хороший результат на выходе. Напомню, учебно-консультационный семинар для глав муниципальных образований Ненинского округа проводится ежегодно департаментом внутренней политики. Главная цель встречи – повышение эффективности управления муниципалитетами и оказание главам консультативной и методической помощи в решении важных для жителей поселений вопросов. Илья Сахаров, Леонид Шишелов, Телеканал Север.